Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Большой Утриш, заповедная зона и охраняемая от незаконных строек территория. Штрафные санкции для нерадивых подрядчиков и планы на неделю обсудили на городском планерном совещании. Власти Анапа намерены вернуть в муниципальную собственность переданный частному лицу участок на Большом Утрише. Хозяин участка в заповедной зоне нарушает действующее законодательство и правила застройки и использует землю подстройкой не по назначению. Пока в администрации подают иски в суд, застройщик продолжает цинично нарушать закон и угрожает экологической безопасности заповедника. Застройщик игнорирует любые требования к своему незаконно строящемуся объекту. Их много у каждой службы контролирующей самострой. Нарушения выявлены и по линии Ростехнадзора и в части соблюдения безопасности при строительных работах на высоте и вопроса бесхозяйственного отношения к земле. Сегодня составлен ряд административных протоколов по целому перечню нарушений, осуществляемых на территории государственного заказника. Каким чудесным образом опалубка поставлена? Это гномы ночью сделали? Не было здесь, мы были здесь в пятницу, не было опалубки. Опалубки не было в пятницу. Нет разрешения на строительство, здесь находиться даже нельзя. Это государственный природный заказник. Бригада иностранных строителей, оказавшаяся без документов, доставлена в полицию. Пора понять, что без соблюдения закона не получится строить на первой линии прибрежно-защитной полосы водного объекта Чёрного моря наперекор требованиям градостроительных экологических норм. Статус земель заказника сохранен на этом участке. Вот сейчас по нынешним документам Чёрное море имеет 50-метровую прибрежную защитную полосу. Мы видим, что здесь меньше 50 метров до объекта от уреза воды. Кроме того, это территория первой зоны округа санитарной охраны курорта. Где-то году в 2010-м я сам присутствовал на общественном совете на слушаниях, где пересматривали целевое назначение участка и признали, что можно изменить целевое назначение с пляжного на объекты короткого назначения. И тогда был разговор о том, что это всё противоречит и законодательству, противоречит чистой природной ситуации. Но, к сожалению, тогда Андрей Андреевич Ковтун, который председательствовал на этом совете, вот он решил по-своему. Неслыханное пренебрежение мнением администрации города, требованием главы города, общественным мнением и мнением экологической службы комментирует Игорь Дмитриевич Нестеренко. Люди, творящие это беззаконие, потеряли не только страх, они потеряли совесть, они потеряли стыд и чувство ответственности перед будущими поколениями, в наследство которым они хотят оставить вот это вот уродство. Когда готовился этот сюжет, стало известно, что иск администрации к незаконному строителю в районном суде только сегодня передали в производство. По требованию полиции сносят забор вокруг стройки. За ним открываются конструкции, свидетельствующие о размахе намеченного здесь. Вы знаете, есть вот практика уже многочисленная, что люди, у которых септики, они так их строят, чтобы все равно шла фильтрация, чтобы меньше было вывозить, потому что все-таки платить надо. А здесь мы видим, что это очень близко к морю, это очень близко. Оно не будет фильтроваться в должной степени, соответственно, эти фекальные массы будут поступать сюда, в море. Жители города не намерены мириться с пренебрежением их интересов, не такой ценой. И не с таким подходом к природе на Утрише надо создавать оазисы. А напчане требуют сноса самостроя. Не надо уничтожать наши пляжи! Позицию властей города по отношению к застройщику на Большом Утрише озвучила первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая. Никому не позволено нарушать закон, тем более представителям и защитникам закона. Какие бы чины и звания не стояли за нарушителем, закон единый, действует для всех одинаково. О чем еще говорили на планерке, расскажем прямо сейчас. Шесть иностранных граждан в результате проверки выдворены за пределы Российской Федерации за нарушение действующего законодательства и правил пребывания в России. Действия еще одного нарушителя возмущают власти Анапы и анапчан на земельном участке. В поселке Большой Утриш хозяин участка начал капитальное строительство. Позицию администрации города-курорта на планерке высказала первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая. В 10-м году по решению районного суда был такой рыболовецкий, рыболовецкая хозяйство, дружба. Обязали администрацию заключить договор купли-продаж на данный земельный участок. Впоследствии собственникам становятся физические лица. Важно то, что на сегодняшний день как ведется капитальное строительство. Территория, вообще это пляжная территория, в свое время было изменено, тоже в 10-м году целевое назначение данного земельного участка. На сегодняшний день в нашем генеральном плане данная зона имеет рекреацию, назначение рекреации. Это не капитальные легкие конструкции, выносные столики, лежаки, навесы, но никоим образом не то, что мы сегодня наблюдаем. Чтобы не быть просто наблюдателями, администрации подано два исковых заявления о прекращении деятельности. Второе заявление о сносе данной конструкции. Соответствующая информация ушла в органы прокуратуры, в том числе в природно-охранную прокуратуру. На сегодняшний день строительство продолжается. Собственник совершенно цинично заявляет, что что хочу, то и делаю. Это моя собственность. На сегодняшний день официальный запрос пройдет в суд районный, так как не назначено к рассмотрению ни один из исков. Не определена ни дата, на вчерашний день, ни судья. Политика двойных стандартов в Анапе не действует. Закон един для всех. Одинаково защищает законные интересы и права законопослушных граждан и предусматривает санкции за невыполнение требований. Подрядчик, компания, выполнявшая ремонт роддома, отстранена от работ. Торги, которые мы проводили по роддому, по капитальному ремонту, за сегодняшний день контракт расторгнут. То есть мы сумели юридически доказать и ради вам заказчику, что в случае его там какого-то сопротивления, или неисполнения обязательств, последствия в правом плане будут еще плачевнее. Но в то же время сроки мы срываем и сегодня вынуждены вновь выходить на торги и готовим соответственно техническое заказ. Четкое выполнение обязанностей и в установленный срок – задача для всех служащих одинакова. Поэтому подготовку к майским праздникам 1 и 9 мая начали уже сегодня. На этой неделе будет готов сценарный план праздников. До 10 апреля проведут оргкомитеты. 2 апреля в Анапе проверят систему оповещения. Сигнал сирены проверочный для безопасности. Дополнительно проверят транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки. Управление ЖКХ продолжит работы по разметке бордюрного камня, приступит к покосу травы на газонах. С 31 марта по 25 апреля в Краснодарском крае пройдет Всекубанский месячник по наведению порядка. Уже сегодня начинается очистка лесополос, уборка кладбищ при дворовых территориях. В субботу 5 апреля на Театральной площади пройдет День здоровья. Консультации проведут краевые врачи в поликлинике и в мобильных точках с 10 до 14 часов. И к другим темам. Добрые дела не остаются незамеченными. Казаков, которые вместе с народными дружинами крымчан несли вахту на границе с Украиной, дежурили у здания Министерства Республики Крым во время подготовки и проведения референдума, морально поддержал и поощрил депутат Законодательного собрания края по Солнечному избирательному округу номер 39 Николай Иванюшкин. Депутат ЗСК Николай Егорович Иванюшкин является членом Комитета по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества и принимает самое активное участие во всех делах Анапского районного казачьего общества. После вахты кубанских казаков в Крыму Николай Егорович по-отечески встретил казаков. По-домашнему потрескивали дрова в камине. В уютной обстановке депутат поблагодарил казаков. Там было нелегко, жили в окопах, не было бани у многих, люди там провели. И вот у вас сегодня не зря спрашивали, в каком состоянии здоровья приехали. Все говорят, все приехали больные, было холодно, но зато изнутри, наверное, горела вера в то, что Россия большая, сильная и мощная не оставит Крым везде и своих казаков, которые туда поехали, никто не просит. На сессии законодательного собрания, которое состоялось буквально два дня тому назад, губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Скачев отметил, что в Крыму все прошло тихо, спокойно. Были службены все условия для того, чтобы народ Крыма, народы Крыма могли сделать свой выбор. И они его сделали благодаря вам. Каждому казаку депутат Николай Иванюшкин выделил материальную помощь. Заслуженную похвалу казаки-крымчане, как их стали почетно называть в Курине-Ореховом, заслужили от Совета стариков Анапского района. Вы – самое сплоченное общество в нашем районе. Поэтому я от имени стариков всех стариков благодарю вас. Благодарю Николая Ивановича за то, что он сделал хорошую встречу нам. Борис Александрович, который проводит в Крыму, будьте здоровы. Все участники вахты в Крыму пошли туда по зову сердца, а не по приказу атамана. Таких приказов им не отдавали. Владимир Черный, начальник штаба казачьего общества Курине-Ореховой, ехал защищать родной город и родной народ. Владимир родился и вырос в Симферополе, столице Республики Крым. Я видел этих людей, которые подходили, благодарили от мала до велика. Ходили по Симферополе, я проведывал своих однокашечников, друзей, которые приезжали. Был у дяди, который тоже счастлив. В полвосьмого уже побежал, в 82 года побежал на выборы, занимать очередь, чтобы проголосовать за референдум. Это то, что о многом говорит. Не раз казаки вставались за стола, произнося дружно «Люба». Делились свежими воспоминаниями, которые войдут в историю страны. Исследуя казацкой поговорки «Сделал дело, гуляй смело», с чувством исполненного долга поднимали чарку. Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Будущие защитники Отечества доказали в военно-спортивной эстафете, способны покорить любые препятствия и преграды. Центр патриотического воспитания Ратмир и местное отделение ДОСААФ, организаторы комплексной военно-спортивной эстафеты, нерожденные солдатами, примерили роль служащих на конкурсной прямой. Эстафета прохождения дистанции по-пластунски, стрельба из пневматической винтовки. Самый первый конкурс строевой песни настроил участников соревнований на победу. И по итогам соревнований на первое место вышла команда погранзастава Кадетской школы имени Героя России Николая Старшинова. Ребята представят Анапу на зональном этапе в Славинске-на-Кубани 19 апреля. Второе место заняли представители военно-патриотического клуба имени Героя России Вячеслава Евскина. Почетное третье разделили студенты Анапского индустриального техникума и Анапского сельскохозяйственного техникума. Мобильная баня работает в центре Анапы. Уникальное предложение от хозяев объекта – самодоставка банного комплекса к дому заказчика. Если вы до сих пор не собрались в баню, она идет к вам. Баня не только на Руси, но и на Кубани всегда пользовалась большим успехом. Баню любят все. Традиции, которые чтятся многие века. Но не все имеют возможность иметь собственную баню. Специалисты Кубанской банной ассоциации школы «Баня по белому», идя навстречу пожеланиям любителей банного отдела, разработали мобильный банный модуль, который можно разместить не только в частном дворе, но и у подъезда многоквартирного дома. Самоходный банный модуль разработан в двух модификациях. Облегченный вариант для городских условий на базе шагающего манипулятора. И внедорожник на базе ходовой части Т-90, что позволяет добраться бани в самые трудодоступные места – на рыбалку, охоту или на дачу. Заказы принимаются по телефону в Анапе 3-98-85 или в магазине «Теплодар». У вас нет бани? Тогда баня идет к вам. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 2 апреля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 4-6, ночью около 3 градусов по Цельсию. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 8 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова